Всем привет, друзья! С вами Traffic Cardinal и мы на конференции ProConf уже четвертый раз. Сегодня мы покажем вам, что происходит на этой конференции, кто приехал, поговорил с местными людьми, посмотрим стенды, пообщаемся, может быть, чего-то выпьем, перекусим и узнаем, насколько оно удалось. Погнали! Жень, привет! Да, здравствуй, здравствуй. Чем ты удивишь нас на ТК-кон в ноябре? Слушай, я не хочу спалить, ну, я очень хотел бы еще одни дебаты. Вот, но... Уже настроен, да? Да, 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 в целом настроен, в целом я уже прогреваю персонажа, наверное, год. Вот, это, но проблема с Абрагимом была, что он просто тупой. Но плюс-минус он хотя бы может прийти в назначенное время, в назначенное место. Вот, да, ну да, не то, что не испугается, он хотя бы понимает, что такое часы, что такое время и так далее. Второй персонаж, которого я вот, я не буду его называть пока, я боюсь, что у него нет вообще понимания, что такое время и так далее. Он безответственный пидор, короче. Вот, ну, хорошо, что он отличает вообще стену от двери, это уже хорошо. Вот, но это добавляет перчинки. Слушай, ну, как-то постараемся его помочь с этим. А что тебе больше всего запомнилось именно на Абраконфе? Блин, я уже, я тебе честно скажу, что ничего, не потому что Брукон в говно, потому что у меня все конференции в одну слились. Я просто прихожу в первый день, выпиваю, со всеми общаюсь и так далее. Единственное, что стоит заметить, мне кажется, ну, тут врать не стоит, здесь намного больше людей, чем на той же Кинзе. То есть сюда легче людям приехать и так далее. Здесь, ну, помасштабнее. Я говорю не про, ну, не про само здание и так далее, а по количеству людей. Это приятно. Но, с другой стороны, под конец дня, конечно, я уже захожу вот в этот, на стенд КМА, где можно посрать, грубо говоря. Я просто ищу самый чистый толчок, просто сажусь и перевожу дыхание, знаешь. Потому что я, когда уже устаю с кем-то говорить, я даже телефон не достаю, я просто сижу и пытаюсь отдохнуть, и потом я понимаю, что я в сральнике сижу и отдыхаю. Просто это единственное место, где я могу скрыться. Как будто бы не хватает чилл-аут-зон немножечко для такого. Слушай, а есть, есть чилл-аут-зона там, вот где ты был там, где песок и так далее. Да, но там и мест мало, и все равно к тебе подойдут, понимаешь. Я говорю, я вчера стоял около писсуара, и я просто хотел спокойно поссать. И ко мне парень подходит, говорит, здорово, здорово. Я говорю, блин, дай мне поссать. Он говорит, давай я подожду. И стоит. Я говорю, я так не могу расслабиться, братан, ты можешь отойти? Он говорит, а, понятно, зазнался. Я думаю, ты что, охерел, я просто поссать хотел. То есть и чилл-аут-зон тоже не спасет, потому что кто-нибудь над спиной встанет. Спасибо тебе за разговор. Увидимся на автопатии. Да, тебе спасибо, все. Итак, мы на втором дне конференции BroConf. Сейчас, ну, на самом деле, наверное, самое яркое событие этих двух дней наблюдается на стенде OctoClick. К нам приехал Паша Техник. Меня немножко качнуло. Это потому что очень много людей хотят просто сфотографироваться, дотрогаться до легенды. Не знаю, удастся это ли нам, но посмотрим, что получится. Паш, тебе понравилось? Очень хочу повторить, через, ну, к Новому году было бы. Ребята приняли тебя хорошо? Делаем конференцию к Новому году и Паша приедет. Если честно, да у меня был солд-аут. Все ждали тебя, наверное. Спасибо, Паш, большое. Саша, здорово. Как тебе BroConf? Как и любой предыдущий BroConf. Прикольно. Слушай, ну, ты же сам довольно много мероприятий организовал. Может быть, какие-то советы или, может быть, что-то новое для себя нашел? Да я в целом вот и проговорил. Советы какие? Советы по мероприятиям, если вы делаете их для вебов, обязательно внутри должно быть что-то, чем этот ивент запомнится. Ну, самое простое, типа, тебе нужен спам в инсте, прикольный какой-то арт-объект, придумываешь фото-зону или что-то, на что человек посмотрит, такой, вау, ебать, надо снять, вот, и выложить в инсту, потому что большинство людей в нише инсту ведет неактивно, а здесь у тебя есть, типа, хороший вариант что-то снять прикольное и выложить, получить бесплатный тег. Можно в этом направлении подумать. Можно подумать в направлении какой-то интересной активности, на самом деле, ну, там, довольно много, своими идеями делиться не буду в пизду, если уж даже площадки заимствуют, прости господи. Короче, можно много всего придумать, чем ивент запомнится, ну, то есть, чтобы что-то в голове отложилось, помимо алкогольной комы на следующий день, вот, это важно на самом деле. Ну, и давай тогда последний вопрос, тебе что-то запомнилось в этот раз? Да, шутки Жени Иванова. Ну, я просто только на одном припасе был, ну, у них была прикольная, прикольная площадка. Итак, мы продолжаем разговаривать с людьми на про конфи и, соответственно, хотелось бы узнать, как вам здесь, чем занимаетесь? Хотел бы сказать, что конфа получилась потрясающая, я сам лью трафик на финансы и айгейминг. Могу сказать, что одна из лучших СНГ конференций. Слушай, а что тебе больше всего запомнилось? Мне запомнилась драка у КМА девушек. С сумками? Да, да. За кого ты болел? Да, за Софию. Все знают, кто такая София. Ну, да, да, да. Она вчера писала. Там стояла рядом Иришка, поэтому это определенного вайпа нагоняло. Ну, и, естественно, Олег Монгол, который разливает, улыбается и со всеми фотографируется. Это тоже потрясающе. Основатель афилейт клуба и приватных вечеринок «Фуллхаус» и «Вечер» издает печатный журнал «Айгейминг Инсайдер». Дорогие друзья, и вашему вниманию... Ника Кузьмичова! Ник, привет! Извини сразу после выступления. Какие первые впечатления у тебя? Я вдохновилась, боялась очень сильно. Но когда увидела свою аудиторию, поняла, что это мои поклонники, фанаты, моя аудитория достаточно сильно раскрепостилась, потому что это достаточно добрая, старая, олдскульная моя аудитория. Удивили ли тебя вопросы? Или ты думала, что будут вопросы по другой теме? Нет, все попали в те вопросы, которые касаются бренда, имени компании, имени себя. Все вопросы были заданы точно с фокусом моей темы. Спасибо большое слушателям. В общем, меня ничего не удивило. Наоборот, было интересно раскрыть все вопросы, которые мне задавали. Мы видим то, что зал практически битком под конец наполнится, хотя второй день, все переживали то, что будет меньше людей. Я переживала, да, тоже думала, что вдруг меньше будет народу. Есть ли у тебя какие-то планы по дальнейшему развитию в этой сфере? Планируешь ли ты дальнейшие доклады? Ты знаешь, я так пока глобально не думала. Вот, возможно, я захочу где-то вступать, но пока в зависимости от того, какие будут предложения. То есть я буду мониторить. Немного личного вопроса. Мы с тобой впервые сейчас познакомились, живем. Ты и в жизни такая всегда спокойная, учитывая сферу, где очень много скандалов, каких-то споров. Это твой выбранный образ или ты такая вот по жизни? Нет, на самом деле в сфере я очень считаю скандальной, немножко даже такой сукой, наверное, не знаю, пройдет ли цензура. Но в жизни я очень спокойная. То есть в жизни я такая достигшая уже какого-то этапа жизни в работе, в сфере, я приняла философию некую, да. Но для компании, для команды своей все равно такая достаточно взрывная личность. Спасибо большое, не будем больше задерживать. Привет, Дим, чем занимаешься? Приветик, финновслуги, финансовый маркетплейс от московской биржи. Слушай, а вот ты сам зачем ходишь на Броконфу? Ну, в первую очередь я хожу, наверное, встретиться со своими самыми друзьями и, наверное, как-то наладить отношения еще с будущими, с потенциальными. Можешь рассказать? Мы закончили второй раунд второго дня. Каждый день аншлаг с первых минут в секунду. То есть желающие гораздо больше, чем здесь совмещают. С чем ты это связываешь, то, что желаем их больше? Очень много народу на конференции, на самом деле, нового. И плюс ко мне стали подходить люди, которые, как сказать, выросли на моих нетворкингах. Человек подошел, говорит, спасибо тебе большое. Я столько пришел новичком и столько новых знакомств клиентов нашел, что это очень полезно. И сейчас люди понимают уже, кто много участвует лет, что это классно, это полезно. И что радует, что много людей с VIP, с VIP бейджиками приходят. И даже спикеры, потому что раньше как-то, ну, как будто бы считалось это не очень круто. Сейчас все, вся элита подходит. Как ты считаешь, есть ли смысл расширять еще этот формат, если постоянно больше людей? Я думаю, да, потому что людей много. Люди говорят, что это полезно, особенно для новичков, да, вот с кем большие не знакомятся, им же надо где-то набирать. Поэтому, да, мы нынче пробовали новый формат, он не совсем зашел, но его адаптируем к круглые столы. Но все равно вот с ребятами с BroConf, они прямо такие инновационные, готовые к изменениям. Я думаю, что на BroConf 5 мы все равно сделаем еще новый формат, который взорвет аудиторию. Смотри, мы сейчас с тобой говорим минут пять, и постоянно вокруг нас общение не прекращается. Это нельзя сделать искусственно. Как ты считаешь, получается, в арбитражении все потеряно? Да вообще не потеряно. Более того, вот когда это место стоит, у нас все заканчивается, люди продолжают стоять и как-то самобытно перемещаются. Поэтому вот даже просто, чтобы на каждой конференции была такая зона, где люди будут приходить и знать, что сюда пришел человек, который готов с тобой поговорить, это круто. И вот люди здесь встречаются, люди здесь общаются с самого утра. И, как видишь, все, мы закончили, люди стоят, люди общаются. Вот, поэтому это классный формат, я рад, что в нем принимаю участие. Последний вопрос, не отвлекаем. Второй день подходит к концу. Вчера ты был, если не ошибаюсь, в бане с какими-то народными песнями. Какие планы на сегодняшний вечер? Автопати, конечно же, автопати. Все, будем гудеть, да. Спасибо большое. Бракон в четыре решил подарить людям море и пляж прямо посреди Москвы для того, чтобы мы смогли отдохнуть. Давайте спросим у кого-нибудь, как это удалось. Как вам, в общем-то, Бракон в четыре? Охуенно. Но не круто сделали, что розыгрыши все в одно время и нужно присутствовать конкретно. Это прям, ну, суки. Спасибо им, если я выиграю. Я беру слова от назад, если я выиграю. Ладно. А что больше все запомнилось ты из Бракон в четыре? Как Иришка Чики-Пики сначала красиво танцевала голенькая, а потом надела свою шубу меховую и ушла. Еще раз спасибо. Всего доброго. Слушай, а ты уже не первый раз на Браконфе, я тебя вижу. Уже второй раз. В прошлом году был и в этом году был. Вопрос тебе на засыпку. А ты знаешь, что такое арбитраж трафика? Честно, даже без понятия. Ну, может, это прикол, но, правда, ну, вот здесь круто, я знаю, что это очень круто. Слушай, а у тебя есть уже предложение купить у тебя рекламу? Здесь. Не, ко мне это, наверное, есть, я не знаю, мне никто не подходил, а продюсеры, наверное, уже знают об этом. Ладно, давай так, а что тебе больше всего нравится на таких Конфу, раз ты сюда приходишь? Кстати, здесь мне все нравится, здесь зажигательно, обалденно, все доброжелательные, круто просто. И, ну, просто здесь не работа, я просто отдыхаю, все. Понял, отлично, спасибо. Давай, удачи тебе тоже во всем. На Браконфе придумали интересную активность, есть найти правильные стенды и собрать звездочки вот здесь, вот сзади. за активности на самой конференции, то можно попасть в особую зону. И сейчас мы узнаем, что там. Привет, нормально. Так, здесь очень странный садик, и красивые девушки танцуют. Сейчас посмотрим, что здесь, чем здесь можно разжиться. Итак, мы в секретной зоне, расскажи, что же здесь происходит. Здесь мы выращиваем особый вид зелени. Особый вид зелени. Этот особый вид зелени, как вы видите, есть съедобный, есть несъедобный, а есть с особым эффектом. С особым эффектом я сейчас покажу, какая. Вот эта вот зелень с особым эффектом. Вот возьми ее, возьми ее, смотри. Эффект следующий. Если эту зелень начать вот так вот рукой гладить, видите? Она начинает... Ее съесть не надо, надо это понюхать. Если вы вот это понюхаете, смотрите, что происходит. Видите, там ничего нету внутри зелени, но всегда из этого ничего можно всегда что-то достать. Вот в чем... Это все и фокусы. Это тут не фокусы, это вам кажется. Это такой эффект дает вот эта вот зелень. Понимаете? Не понимаете? Смотрите, все очень просто. Если вот этот шарик, смотрите, я возьму, возьму и дам его вам, держите. Видите, он исчезает, его больше нету, потому что его и не было никогда. Это все от того, что он полетел, да? А еще тут особые зелья разливают, которые тоже можно выпить и тоже получить какие-то особые визуальные эффекты. Я после этого на автопати дойду? Даже лучше долетите. Долетите потом на автопати. Нативная реклама Red Bull. Да-да-да. Спасибо большое. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok